Время конкурса Они не знали друг друга И они настолько подружились, что теперь они, пройдя, по-моему, спустя год, да, после конкурса Расскажете, хорошо Они придумали свой проект Они его придумали, они его сделали Они его продвигали И этот проект называется «Шерстяная битва» Выходите, девчонки Вот Маша Хайт И Наташа Алидарова Вот такие две прекрасные девочки Сейчас расскажут вам о своем проекте И расскажут, как в этом можно принять участие Правильно вы? Да, отлично Может быть, расскажем Может быть, деться к себе, чтобы слышно было? А чтобы было видно? Чтобы было слышно А, чтобы было слышно тоже Я сейчас сделаю храм Ага Хорошо Может быть, чуть-чуть повыше, чтобы мы не заканчиваем Немного баловства за эти два сезона Вы сегодня увидите Давайте А кто знает про «Шерстяную битву» валяющихся, поднимите руки Так, все Для остальных все новости будут Хорошо, все будет новое Все будет новое Еще раз давайте мы представимся Наташа Алидарова Маша Хаид Давайте немножечко, да, про наше знакомство сначала Еще разочек Что мы участвовали обе в конкурсе «Игра войлок» Это был 2015 год Вот, мы как-то сразу глядели работы друг друга в сети Вот, и... Интересно Да, начали Слышно? Он здесь, у зайца И как-то начали общаться И встретились на самом конкурсе на формуле рукоделия Вот И где-то спустя полгода В феврале это было, да? Мы все думали Ну, вот формула рукоделия Конкурс интересный Наконец-то Хоть какой-то пинок, чтобы сделать что-то грандиозное Мы сделали Мы получили свой драйв И поняли, что в обычной жизни таких конкурсов нет К сожалению, среди сухих валяльщиц Меньше встречаются люди Меньше конкурсов Я бы сказала Меньше, вот, как бы сказать, ну, тусовка, что ли Мастеров Особенно на тот момент было Да, нету такого волшебства, чтобы вот взять И кто-то нам дал такой Так, вот И мы все думали, а как же, а как же И спустя где-то полгода Общение тесно с Наташей? Наташа мне написала идею Я говорю, что давай, короче, соревноваться вдвоем Давай в сети устроим группу Будем делать работы Была подобная группа девочек, которые шили И я говорю, давайте повалять Вот, будем каждый месяц соревноваться И выкладывать это в сеть, чтобы нас судили зрители И Маша сразу Да, давай, как бы круто Мы в тот же день, по-моему, организовали группу Это было 1 февраля 2016 года Вот И сразу начали Да, мы договорились, что мы будем делать полгода Шесть месяцев Каждый месяц мы будем делать работу на заданную тему Тему первую мы выбрали вместе А дальше победитель тему назначает То есть каждый раз у нас новая тема Что-то грандиозное И каждый раз в конце месяца за нас голосуют Выбирают работы Тогда у нас было так, что Ну, вот победитель, да, выбирает следующую тему Мы решили, а проигравший Ну, поскольку мы жили недалеко друг от друга Что проигравший едет в гости Ну, и, собственно, начали Решили, что начнем вот с полугода Это не слишком много Вроде как за год там Кто его знает, что там будет за год Вот, а полгода, вроде ничего Как бы вот шесть работ нормально И шесть работ, которые можно показать Это не маленькие какие-то штучки, которые ты делаешь Нет выбора Когда у вас есть месяц и одна работа В конце у вас получается шесть Замечательных короработ С которыми можно поехать на выставку Которые можно показать Шесть работ, которые отражают действительно В общем, решили попробовать Давайте немножко мы расскажем Такой экскурс по первому сезону Первую тему мы назначили детство Пусть Маша переселкивает немножечко Это была моя работа На эту тему, собственно, здесь представлена Шарфик сменит только Да Вот, это моя работа Следующая тема Второй месяц у нас пошел Тема была мысль Что-то такое абстрактное Никогда не делали ничего раньше абстрактного И вот, а почему бы и нет Попробовали Следующий Третий месяц Это нас поддержала тогда Ольга И магазин «Шкатулочка» И тогда нам предложили Осваляйте нам персонажа Вот И мы пробовали Сделать персонажа Для студии магазина «Шкатулочка» Вот, следующее Да, это был четвертый, правильно? Да Если не сбилась Четвертый месяц Почему мы еще странненького не повалять? Расскажи О, да Это, мне кажется, это моя была тема Я люблю всякие странные темы И Наташа сказала Куда мы это денем, если я свалю мерз Я говорю, а мысль мы куда денем? Это такой переход через саму себя То есть мы всегда валяем что-то милое, приятное, доброе А то тут вот Навалять мерзость Что-нибудь такое Это челлендж, это вызов себе В итоге, как бы, все кончилось замечательно Моя мерзость Нет А, она в библиотеке живет Ее купила девушка, которая работает в библиотеке Личинка Наташа в Гонконге Да, Личинка Назад еще, да Назад еще можешь Листить, нет, обратно Да, да Да Вот очень странно Это до сих пор моя самая странная работа Если честно Я ничего подобного не делала больше И да, она, как ни странно, нашла своего покупателя Довольно быстро и уехала в Гонконг Да А в библиотеку взяли мозг Сказали положить на полочку Потому что иногда не хватает Вот Ну и закончили мы на замечательной теме счастья Почему бы и нет Нет, просто мы закончили Это не закончили Это пятый месяц Ну да Это мы после мерзости устали Мы ручки трясутся Все Давай что-нибудь доброе, позитивное Давай сделаем розовое счастье У нас было У тебя была тема Да, вот Такие работы у нас получились Видно же, я так понимаю На экране тоже видно, да? Хорошо Хорошо А в шестом месяце мы решили, что опять была, значит, наша, там, где мы познакомились, да, вот, игра в войлок, формула рукоделия, следующий год И новый конкурс, новая тема Надо было свалять в кота Мы закончили И, как бы, на тот момент мы уже сильно устали У нас вот этот вот, то есть, такой режим нормальный был С четыре последних дня мы не спим, Наташа, нет Ну, было очень круто И, как бы, мы, то есть, так, нам очень понравилось Поняли, что мы хотим продолжать Но мы сделали вот перерывчик до осени А осенью... К нам начали стучаться люди, спрашивать, а чего дальше? Наташа сказала, ну, я все, я на отдыхалась Пару месяцев и хватит, давайте, да, ну, снова Да, что многие люди хотят к нам присоединиться Да, и мы вообще не против Да, вот в наши будни с нами была замечательная Таня в отборочном туре Вот, с нами много кто еще прошел В итоге, да, мы решили так, да, 16 человек у нас было в итоге Мы решили, что мы сделаем отборочный тур себе То есть, мы подберем, ну, мы не знали, как бы, кого брать Мы сказали просто, кто хочет, пусть попробует себя, попробует в одном месяце Потому что это не так просто, как кажется То есть, каждый месяц вот это делать То есть, надо было испытать себя Вот, в тот месяц мы ничего не делали Мы только смотрели, наблюдали У нас было 16 девочек, которые хотели продолжить с нами Вот, и они соревновались между собой В итоге, по итогу месяца Мы назначили тему такую же, как была у нас первая Это было детство в серых тонах Получили 16 работ, обалдели от этого всего В итоге было сложно Выбрали 6 человек, которые с нами в итоге дальше продолжили Так называемый второй сезон шестяной битвы Начали мы это с ноября, я так понимаю Вроде бы, да Ну, сейчас будут опять несколько картинок о том, что делают Они, мне кажется, можно немножко быстрее просто пролистать Потому что там будет много-много-много интересных работ Некоторые из них прям октябрь Вот это наши участницы, все 16 Так, кто найдет Таню? Ну, соответственно, тут также распределены были Такой коллаж у нас с их работами Да, еще должна была сегодня Саша, но она не смогла Да, Таню узнали Что-то не так идет Все нормально Ага Вот, вот работа Давайте, да, тут будет видно, кто, ну, работы победителей Немножко поподробнее Те, кто с нами в итоге продолжил Кого мы отобрали по работе Это грандиозно просто Потому что до этого, до такого конкурса Мы еще ничего подобного не видели Некоторые работы нас поражают Ну да Мы понимаем, что мы как бы там Не всех авторов мы знали на тот момент Это самые лучшие Некоторые авторы открыли себя Там такие, к примеру, Саша Алексеенко, да Алексеенко, да Она сваляла что-то там, несколько работ по мастер-классам В итоге оказалось, что она валяет Просто голову Голову в натуральный размер Вот, и просто я пугаюсь этих людей Я очень хочу с ними встретиться И встреча это будет Да, тоже так получается, что вот наш новый сезон начался Мы же все живем в разных городах По всей России раскиданы Даже у нас есть девочка из Украины И из Комсомольска на Амуре Которая просыпается, когда мы спать родимся В общем, по полной То есть, понятно, в гости приехать Проигравший не может, это уж слишком Вот, это... Поэтому нас было без этого Но, по сути, тут как бы все работали на желание На желание делать что-то новое Делать что-то необычное для себя То, что никогда раньше не делали Ну, и здесь тоже так небольшой экскурсии Потому что это началось в ноябре Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март И апрель у нас немножко задерживается Последний месяц Да, потому что в апреле мы валяли дурака В итоге взяли Кто-то взял гигантские проекты Кто-то взял немножко времени передохнуть Кто-то взял миниатюру и стал валять мебель Кто-то делает гигантские дома миниатюру Они миниатюрные, 30-сантиметровые еноты В общем, мы хотим что-то сделать новое И уже сделать не в такой спешке Потому что у нас есть на это время Скорее всего, мы после этого расскажем девочкам Про конкурс с птицами И мы немножко поговорим еще об этом проекте Но кто знает, как продвигается проект В принципе, уже понятно, кто у нас будет выигравший Но мы очень-очень хотим с вами встретиться еще раз в Москве И чтобы вы увидели все наши работы К сожалению, часть работы у нас сейчас не представлена Ну понятно, у нас почти ничего не представлено У нас очень мало работы с собой Но, значит, это такая новость Которую мы на самом деле еще не объявляли в нашей группе Никто из наших подписчиков этого еще не слышал Мы с девочками встречаемся в Москве Тоже на форуме рукоделия Осенью 2017 года И часть наших... 28 сентября, 1 октября Часть наших работ выставлена будет там в витрине Их можно будет посмотреть живьем Все, как бы, девочки вот со всех концов у нас съезжаются в Москву Плюс мы будем стоять там все вместе Будем со стендом Да, там 4 с лишним метра И у нас будет время с вами поболтать, познакомиться Самое интересное, что мы очень хотим потрогать И посмотреть все работы А что-то наш участник Потому что кто близкий, мы уже все перезнакомились А кто дальний, там большое желание уже в Комсомольск на Амуре поехать Или еще куда-нибудь Вот, поэтому мы вас еще раз приглашаем на форуму рукоделия Даже если вы там птиц не валяете Но очень хотите просто посмотреть, как это все делается Приходите к нам Приходите знакомиться с нашими звездами Вот, после этого, скорее всего, после окончания 6 сезона Мы возьмем небольшой перерыв Какой 6? 6 месяца, 2 сезона мы возьмем небольшой перерыв Да, летом мы решили отдохнуть Ну, кажется, отдыха не будет, мы будем к другому конкурсу готовиться Неизвестность Да, поэтому, в общем, сейчас мы заканчиваем наш последний сезон Второго... последний месяц После у нас перерыв, встречаемся мы осенью Что будет дальше, мы точно не знаем Мы еще не решили Но я, честно скажу, вот от себя Я не могу останавливаться Я хочу продолжать Я уверена, что у нас будет так называемый третий сезон Как он будет проходить, мы еще точно не знаем Если у вас есть предложение, можете писать Если вы еще не подписались на нашу группу, вступайте Да, собственно, здесь вот последняя фотография была Здесь написана адреса нашу У нас большая официальная группа ВКонтакте Голосование все всегда там проходят в конце месяца Вот, всегда там процесс работы мы выкладываем Наши идеи, наши итоговые работы То есть, если вы занимаетесь сухим валянием Для чего вам полезна может быть эта группа? Мы там рассказываем о всем процессе, как мы работаем О том, как мы рисуем, о том, как мы крутим каркасы О том, как мы вставляем глаза Плюс там есть тема, где можно задавать вопросы Плюс фотографии можно задать нам вопросы То есть, мы все открыты к этому И очень хотим популяризировать качественный, интересный, интеллектуальный войлок Как уже сегодня говорилось Да Ну, по сути, вот я не знаю, опять же Вот мы немножко в раздумьях Будет ли у нас новые участники То есть, кто из нашей восьмерки, которые сейчас полгода работали Продолжит Кто захочет сделать перерыв Может быть, у нас будет что-то параллельное Я не знаю точно Мы пока в раздумьях все вместе Вот Но обо всем мы будем сообщать нашей группе Ну, на самом деле, думаю, у вас такой хороший проект Что, конечно же, есть и будут, наверное, желающие Принять в этом участие На самом деле, меня зацепило Про награду Да, ну, про награду, да, можем сказать Забыли совсем Мы участвовали Ой, как это называется Конкурс «Войлочное вдохновение» Который, да От журнала «Fashion» Замечательный журнал Очень жалко, что какое-то время он не выпускался А сейчас вроде снова начинает выпускаться В мире войлок И мы участвовали Также там участвовали разные валятели Мы участвовали в Мероприятии года Да, мероприятия года Номинация была Вот В общем-то, не было ограничений Она очная или заочная Как у нас удача Там это было онлайн Ну, через интернет Поэтому мы решили, а почему бы и нет У нас она больше года нашей битве уже Вот Так что и За нас много народу проголосовало И мы заняли это место Поэтому не стесняйтесь Участвуйте во всех конкурсах Побеждайте и знакомьтесь Это самое интересное Это новые друзья и знакомства Девчонки, ну проект действительно очень интересный И такой Насыщенной информацией Чувствуется, что вы там уже все дружите между собой И я понимаю, что расширять границы пока, может быть, вы не готовы Потому что за плечами второй сезон Но не исключаю такую возможность Что сейчас вы отдохнете Воплотите свои какие-то мысли в работу к суперлиге И познакомитесь живьем с девочками Что очень интересно И что, безусловно, я думаю, что это вас, наоборот, вдохновит И вы не захотите ограничиваться тем количеством, которое у вас сейчас есть Может быть Но я больше чем уверена Потому что Даже если вы не участвуете в нашей битве Вы все равно можете пересылать свои фотографии и работ Наши темы И мы все равно опубликуем Потому что нам интересно Вдруг вы не попали в сезон Но у вас прям идея с нашей темой совпадает Мы же можем опубликовать Мы можем показывать чужие работы Вот, вот Если вас что-то из того, что мы делаем, вдохновляет Почему нет? Мы готовы сотрудничать, делиться Делать какие-то совместные проекты Мы очень открытые и добрые Вдохновляйтесь и валяйте Одним словом Вот на этой, наверное, радостной, вдохновляющей ноте Мы официальную часть нашей сегодняшней встречи закончим И поблагодарим девчонок Спасибо, девчонки И я действительно, я искренне счастлива от того, что мы проводим этот конкурс Потому что он открыл для нас, вас Людей, с которыми мы уже с удовольствием сотрудничаем Общаемся, дружим Да, Катя? Вот, и уже следим за вами И смотрим, что получается, у кого И постим, и лайкаем И, конечно же, болеем уже душой за ваши достижения, за ваши успехи Поэтому присоединяйтесь еще раз И вы будете, опять-таки, в нашем шерстяном синдикате Спасибо Да, спасибо вам, девчонки Ну и спасибо всем Спасибо, кто там нас смотрел и смотрит И я вам желаю успеха, вдохновения Давайте валять и получать удовольствие от войлока И любить его так, как любим мы Я убираю Пожалуйста, я убираю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому